Музыка Привет! Ты смотришь университетка телевидения «Универсмотри» Все самые интересные и свежие новости ты увидишь прямо сейчас Лето, прощай! Студенты КФУ к учебе готовы До гребли до дня города в Казани состоялись соревнования по академической гребле Приемную кампанию в Казанском федеральном университете можно считать завершенной Его студентами стали более 10 тысяч человек В этом году в КФУ подавали документы абитуренты со всей России Первокурсниками же стали ребята из 62 республик, краев и областей нашей страны Еще немного и жизнь в университете закипит Чего ждут от нового учебного года новоиспеченные и уже бывалые студенты? С какими настроениями проводят последние деньки лета мы узнали у них самих Мы 4 месяца отдыхали и уже сделали все, что можно было этим летом И отдохнули, и теперь полностью я готова уже к обучению Если честно, не очень хочется учиться, еще бы годик отдохнуть Я точно знаю, что мой учебный год проводит активно, весело Сейчас заселение у нас будет в деревне Универсиады, к этому тоже очень тщательно готовимся Приехала сюда с мамой, она меня тоже поддерживает, волнение, ощущения, эмоции Это, конечно, все непередаваемо на самом деле Побыстрее хочется вот этой вот суматохи, учебы, чтобы студенческая жизнь началась Стараюсь как можно больше отдохнуть, встречаясь с друзьями, чтобы потом набраться сил перед учебой Убираюсь вообще в машин съездить и закупить стрази Да уж, учеба скоро нас настигнет Кстати, студентам, химикам и школьникам, возможно, придется учить название и свойства еще одного элемента периодической системы Менделеева Исследователи из Лунского университета в Швеции обнаружили новый, сверхтяжелый химический элемент с атомным номером 115 Как сообщают ученые, этот элемент крайне радиоактивен и существует всего секунду, прежде чем распадется на более легкие атомы Между прочим, само открытие этого вещества принадлежит русским ученым Они получили его еще в 2004 году в Дубне Но именно шведам удалось подтвердить существование нового химического элемента После успешных экспериментов это открытие уже можно было бы назвать одним из важнейших за последнее время в сфере химических исследований Однако в научных кругах состоятельность этой теории пока подвергает сомнению Масштабы и подлинность обнаруженного элемента прокомментировал эксперт Казанского университета Теоретическое значение этого открытия безусловно велико, потому что это тяжелый элемент Он находится, так сказать, в зоне элементов, которые должны были иметь очень короткое время жизни Трудно сказать сейчас, какие последствия будет иметь это открытие Важно, что открытый элемент, который должен располагаться в пятой группе периодической системы элементов Менделеева Очень интересно, какие свойства он будет иметь, будучи химическим веществом Пока открыто несколько атомов и говорить о свойстве вещества пока нельзя Открытие этого элемента внушает определенный оптимизм в то, что будут открыты и другие элементы этой системы Ну а пока, прежде чем новый элемент получит свое название, открытие должен подтвердить Международный союз теоретической и прикладной химии Отыскать иголку в стоге сена, а точнее находить за короткое время нужную информацию в поисковой системе Skyfinder Научились студенты, аспиранты и сотрудники Казанского университета на семинаре, который прошел в библиотеке имени Лобачевского в минувший четверг На протяжении двух часов специалист Академии наук Надежда Круковская обучала слушателей секретом работы в поисковой системе Включающей в себя более 10,5 тысяч образовательных журналов со всего мира Ресурс с достаточно простым интерфейсом, предназначенный для использования любого человека, имеющего естественное научное образование Это, грубо говоря, поисковик по всей научно-технической литературе, охватывает все журналы, все патенты, все материалы конференции И особенно он важен для тех людей, кто занимается инновациями фармоиндустрии По словам организаторов, такие мероприятия необходимы для того, чтобы любой сотрудник университета смог найти материалы для развития своей научной деятельности Пока вся студенческая Казань возвращается в этакий учебный тонус, столица Татарстана готовится отметить свой 1008 день рождения Празднование Дня города традиционно включает в себя не только концерты и массовые гуляния, но и различные спортивные соревнования Например, татарстанские грибцы каждый год выходят на старт именно накануне праздника Как отмечают День рождения города по-спортивному, расскажет Александр Александров Отечественная грибная школа имеет давнюю историю и богатые традиции Но с распадом СССР ушли в историю крупные победы наших атлетов в грибных видах спорта И вот сейчас академическая гребля в России переживает второе рождение Немалый вклад в ее развитие вносит и в регионах КОНЕЦ 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 Есть результаты, но есть над чем работать Вид спорта, конечно, несомненно, студенческий, потому как, знаете, как в Великобритании проходит регата, там два университета соревнуются уже в течение 100 с лишним лет. Нам бы хотелось, чтобы, конечно, он и был развит среди УЗов города Казани. Это были все новости на сегодня. Мы желаем тебе удачи в эти последние деньки каникул. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!